Противоречивые реакции вызвал США обвинительный приговор информатору сайта WikiLeaks рядовому Брэдли Мэнингу. Одни разочарованы тем, что с Мэнинга сняли серьезное обвинение в помощи врагу Соединенных Штатов, и он избежал смертной казни. А сторонники свободного доступа к информации возмущены тем, что по остальным пунктам его признали виновным, и ему грозит до 136 лет тюрьмы. В экстремизме обвинил власти США основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. «Впервые в США признали виновным в шпионаже человека, предоставившего информацию общественности. Это опасный прецедент. Это пример того, что ради национальной безопасности США прибегают к экстремизму. Этот нелепый приговор должен быть отменен. Предоставление правдивой информации общественности не может быть шпионажем». Свободу Брэдли Мэнингу. Под такими лозунгами устроили акцию протеста у здания военного суда в Мэриленде сторонники WikiLeaks. Они считают Мэнинга героем, открывшим глаза всему миру, на тайные действия американских властей. 25-летний солдат передал сайту WikiLeaks сотни тысяч секретных документов, в том числе донесений из Ирака и Афганистана, дипломатической переписки и подробностей содержания узников на базе Гуантанамо.